Всем привет, с вами Priya. Сегодня на бету ПТР, конкретно на 8.1 обновление, которое выйдет относительно скоро, вышла небольшая обновленица, которая позволяет тратить различную валюту на какие-либо полезные вещицы. Сейчас эти вещицы рассмотрим. Собственно, торговка дублонами была добавлена. Вот она стоит здесь, можно сказать, рядом с картой экспедиции. И у нее можно закупить различные ништячки. По 100 дублонов мореплавателя на различные итемы, которые дают, насколько я правильно помню, только репутацию с определенными фракциями. Ну, может быть, там чуть-чуть силы артефакта. Также по 100 дублонов продаются три уголки. Серая, сейчас она прогрузится. Вот она. Красная, такого вот плана. Синяя. Хотя она не особо синяя, на самом деле. Какого-то такого болотного цвета, на самом деле. Но окей. Компания Blizzard считает, что она синяя, поэтому мы тоже будем считать ее синей. Питомец. Нажимая Ctrl, то есть просмотр вещицы в примерочной, можно также просматривать питомцев. Весьма классно. Вот только почему задний вид чертогов доблести, ну или оплота воинов, это, конечно, вопрос хороший. Также игрушечка за 150 дублонов. Питомец за 200. Птица такая самая обычная. Что еще тут есть? Игрушечка за 200. Игрушечка за 300. И маунт за 500. Морской конек. Я думаю, он с ускоренной скоростью передвижения передвигается под водой. Если так оно и есть, то это идеально. Также есть еще один торговец, конечно, не связанный особо с старыми валютами, именно с дублонами. Он уже связан с новой валютой, а именно с знаками признания седьмого легиона. Итак, на самом деле весьма интересный способ получения будет. При активных варфронтах, при активных фронтах будут получаться эти знаки при сражениях на Култирсе и Зандаларе. Возможно, как-то это связано с PvP-режимом, но на самом деле пока что очень мало информации насчет этих знаков признания. Собственно, за 50 штучек продается потрепанный в боях синий плащ. Вот такой вот порванный, оборванный, короче, вообще некрасивый. За 100 продается такой вот динозавр. Далее за 150 уже нормальный синий плащик. Далее за 200. И это хвост. Такой вот хороший скорпиончик. За 1000 продается колечко, которое будет телепортировать нас в Дазар Алло. Эта зона будет, по-моему, рядом с рейдом. Ну, весьма неплохо. Есть некоторая схожесть с колечком, которое покупалось в потасовочной у Бизма. Тоже там телепортация и все такое прочее. Но тут хорошо, что оно не за голдо, а за знаки признания. Ну и маунт за 1000, собственно, лунапарт-жрицы. Вот такой вот лунапарт, красивый достаточно, с глефами. С одной, окей. Со знаком луны. Ну, на самом деле, кайфово выглядит. Думаю, для ночного эльфа это будет неплохой такой подгончик интересный для подчеркивания красоты персонажа. Вот, собственно, как-то так сейчас обстоят дела на ПТРе. Надеюсь, что в ближайшее время контента заведется еще больше. И 8.1 реально вдохнет новую жизнь в Battle for Zero. Текущий момент пока что кажется, что это как будто просто-напросто обновление к Легиону. Верим, надеемся, ждем. Ну, а что ж, берегите ноги. Всех вам благ, счастья, здоровья. До скорого. Продолжение следует...